Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте, драгоценные! Приветствую вас с любовью Господа Иисуса Христа! Мир вам, дорогой дом веры, мир вам, дорогие мои любимые, драгоценные, ценные люди! Приветствую вас с любовью Господа! Приветствую всех зрителей телеканала СНО, тех, кто смотрит нас через спутник, через спутниковый эфир. Приветствую вас, всех тех, кто смотрит нас через интернет. Приветствую всех тех, кто является членами нашей интернет-общины Дома Веры. Если у вас есть желание, присоединяйтесь к нам, к Дому Веры. Что это такое Дома Веры? Это Академия Духа Святого, где мы каждый день встречаемся. Вот наш сайт, кстати. Пройдите на этот сайт. И, пожалуйста, зайдите, напишите, вопросы задавайте. Вы знаете, интересно, что когда вы можете... Да, кстати, я Максим Максимов. Это вот, чтобы есть кто не знает еще. Вы можете задавать вопросы, комментировать, общаться. Вы знаете, у нас там уже свое общение образовалось. И вот я прямо сейчас переключаюсь туда. Давайте посмотрим, что там наши пишут. Ой, здесь пишут, из Лондона пишут. Привет, пастор Максим. Дмитрий из Воронежа. Здравствуйте, пастор. Здравствуй, дорогой. Татьяна из Риги. Любовь из Карелии. Из Бишку Лейнесса. Дмитрий Рабченюк. Не знаю, откуда он пишет, но откуда-то пишет. Люди пишут это всюду. Из разных стран, городов, мест. Татьяна, приветствую вас. Приветствую всех-всех, кто там сейчас находится. Мир вам, благословения. Комментируйте, задавайте вопросы. Кстати, вы знаете, одно замечание. Когда у нас идет прямой эфир, я проповедую на какую-то тему. Пожалуйста, друзья мои. Давайте мы будем в теме. Потому что многие там продолжают общаться, что-то говорить свое. Может быть, я вам мешаю во время прямых эфиров там писать. Поэтому давайте во время прямых эфиров все-таки как-то стараться к теме подойти. И быть в теме. Поэтому, что у нас тема важная. Мы продолжаем говорить об эффективности христианской жизни. Эффективность христианской жизни. Как быть эффективным христианином? Как быть эффективным Божьим человеком? Мы продолжаем, кстати, перед тем, как я начну сбор средств на камеру. Мы собрали половину. 1450, по-моему, была вчера. Такая цифра, по-моему, была. Сейчас я проверю. В интернет зайдем. Вот. Была такая цифра. 1455, по-моему. Вот. И вы знаете, еще необходимо столько же собрать. Поэтому, если у вас есть желание, возможность, пожалуйста, сделать это эффективным, сделать это, пожалуйста, возможным, пройдите на наш сайт, где мы ведем сбор средств на эту камеру. Если есть желание сделать такое пожертвование, я буду очень-очень благодарен вам. Благодарен вам за вашу активность, за вашу действенность, за то, что вы эффективны. Пусть Бог благословит вас. Помолимся. Отец Небесный, благодарю тебя за то, что ты с нами. Благодарю тебя за милости твои. Благодарю тебя за то, что ты на этом месте. Благодарю тебя за то, что ты благословляешь нас. Господь, я славлю тебя. Я славлю и хвалю тебя. Я прошу, Боже, благослови нас Твоим присутствием, благослови нас Духом Твоим, наполни сердца наши, пускай сегодняшняя проповедь об эффективности христианской жизни, она дойдет до каждого человека, и пускай люди примут драгоценные зерна Твоих откровений и наполнятся славой Твоей. Господь, я прошу, благослови, благослови каждого человека, Господи, благослови, 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 Господи, благослови каждое сердце, благослови, Господь, каждого, каждого, Господи, да будет Твое благословение во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Господи, наполни наши сердца Тобою, Твоим откровениями, Твоей жизнью, благословляю каждого человека во имя Иисуса Христа. Благословляй вас именем Иисуса Христа Да пребудет с вами Господь Да направит вас Господь Да поддержит вас Господь Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя И даст тебе мир И все скажем Аминь Ну что ж, давайте прославим Господа Он достоин, достоин хвалы, благодарения и поклонения Еще раз приветствую всех, кто только что присоединился к нам Я Максим Максимов, это прямой эфир Добро пожаловать в Дом Веры Сегодня у нас тема будет интересная Продолжаем мы тему нашу о О, мы говорим с вами о Эффективной христианской жизни Как быть эффективным Вообще существует много правил И конечно же мы с вами постановили Что первое, самое важное правило Эффективности христианской жизни Это любить Господа Всем сердцем, всем разумением, всем крепостью Своим естеством своим Любить Господа Если вы это делаете, то тогда вы будете успешны И будете благословены Будьте благословены Когда вы любите Господа, вам все содействует ко благу Бог благословляет вас Направляет вас Бог укрепляет вас Когда вы любите Господа, Он делает ваши шаги Прямыми, путь прямым Направляет вас Знаете, Бог направляет меня Я люблю Господа всем сердцем Я все делаю для того, чтобы Царство Божие распространялось Бог направляет мои пути Недавно так получилось, что спланировалось путешествие Я поеду и в Лондон И потом поеду еще в какой-то город В Дерби Потом поеду в Ганновер Потом поеду в Киев Там поеду в Одессу, Измаил Васильевка Даже какой-то поселок у меня будет в расписании Потом в Молдову я проеду Всю Молдову вдоль и поперек проеду От начала до конца, всю Молдову посещу И буду в каждом там месте По-моему, четыре города в Молдове Мне организовали встречи Для меня это будет радость Так что все, кто с Молдовой Будут доменяться Будут доменяться Благословляю вас И ожидаю встречи с вами Пусть Бог благословит вас Все содействует ко благу И Бог благословляет нас Быть эффективным Первое, любить Господа Всем сердцем Всем разумением Всем крепостью Всем естеством Всей сущностью Всем, что у тебя есть Люби Бога Всем своим нутром Всем своим, что у тебя есть Любить Бога Всем, 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 что у тебя есть Второе Второе Любить ближнего своего Любить своего ближнего И любить, вмещать, прощать Ну и давайте так скажем, ценить, дорожить, укреплять, вдохновлять, поддерживать, когда в нужде особенно, заботиться, терпеть. Многие люди не готовы терпеть сегодня, не хотят терпеть, а любовь, она в первую очередь долго терпит. И мы с вами говорили в том уроке. Теперь мы подходим к следующим урокам. Ты скажешь, ну что, тогда всех любить нужно, всех, 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 всех любить. Это значит, что всех нужно слушаться, и все будут тебе говорить, что делать, и ты будешь выполнять, что они тебе говорят. Нет, этого я не говорю. Я не говорю, что тебе нужно теперь всех слушаться. Есть еще враги же у нас, и враги, которые, хотя у меня их нету почти, но враги все равно существуют. Один чудик постоянно про меня показывает там всякие гадости, глупости, вранье всякое придумывает. То Максимов фашист, то он гитлеровец, то он еще какой-то, то он чуть ли не гомик, то еще кто-то. И про меня всякую фигню, ой, простите, господи. Всякую глупость говорит. И, вы знаете, я смотрю на него, я просто потешаюсь, я думаю, ну, повезло же мне, что у меня есть такой чудик, который постоянно, постоянно, он просто успокоиться не может. Постоянно говорит гадости, он посылает видео, рассылает, и делает такие рассылки, заявления, там, знаешь, такие, сидит там царь гороховый, там, на весь мир заявляет. Меня это радует, что у меня есть хоть один враг, вот у меня один враг есть, реальный, который просто, ну, не буду говорить его антихристом, но он просто против помазанников божьих выступает и работает на антихриста. И, когда мы говорим вот эти вещи, я понимаю, что мы любить людей должны, любить ближнего должны, но также в Писании сказано, любить это не значит просить совета. В Писании сказано, Давид, молодой человек, он говорит такие слова, он говорит, псалом первый, давайте открывайте, псалом первый. Вот он взял арфу, струны, начинает петь, или я не знаю, что он там взял, какой-то инструмент, и вот он первое, что он хочет сказать, господи, стих первый буду писать. Благословен муж, мужчина, он рассуждает, который, выключите сейчас этот текст. Вы знаете, когда я спрашиваю всех людей, говорю, что значит быть благословенным, мне часто отвечают, это значит быть благословенным, что нужно сделать? Первое, молиться, поститься, верить, еще что-то делать, двигаться, побеждать, сражаться и все остальное. И мне говорят, вот это есть любить Бога. Это вот первое, самое важное, это вот с чего начинается Родина, вот с этих вещей, нужно действия, что-то предпринять. Давид говорит, благословен муж, который молится, постится и жертвует, правильно? Нет. Он говорит такие слова, псалом первый, стих первый. Вы видите, пожалуйста, на экран. Блажен муж, который не ходит на совет, за советом к нечестивым. Вот знаете, с чего начинается? С чего начинается благословение? Перестань советоваться с нечестивцами. Хотел сказать с козлами, но не скажу с козлами. Перестань советоваться с нечестивцами. С чего начинается благословение? Первое, не ходить, не стоять и не сидеть. Три ингредиента начала благословения. Многие говорят, мне нужны хорошие советы. Хорошо, давай так, вначале откажемся от плохих советов, потом будем искать хорошие советы. Эффективность твоя гораздо повысится, если ты просто перестанешь принимать советы от плохих людей. Давай начнем с этого. Знаете, как устроено человеческое существо? Как устроены мы? Мы с самого детства нуждаемся в направлении водительства, в советах, мы нуждаемся в помощи. Я приехал в Лас-Вегас, потрясающая там пара живет, пастор Стас и его же супруга, мы бы остановились у них. И она говорит, ой, а вот нашу сметанку попробую. Я попробовал сметанку, потрясающую сметанку, она говорит, домашняя. Я говорю, в смысле домашняя? Она говорит, я сама делаю. Как ты сама делаешь? Она говорит, я делаю сама сметану. Я беру вот закваску, прошлую сметану, заливаю молоком на 8 часов. Через 8 часов она пшик густеет. И потом я ее беру и заливаю сверху сливками, специальными сливками. И получается потрясающая сметана. Я сказал, серьезно? Так просто? Да. Я записал это на видео, как она рассказывает. Я пришел и вчера залил себе, еще, кстати, не знаю, получилось, не получилось сметану. Но я залил себе сметану и вот провел эксперимент. И знаете, она загустела чуть-чуть, думаю, ну интересно. А потом нужно же на 8 часов залить молоком, а потом залить надо этими сливками. Вот я залил нам сливками, еще сегодня не проверял, но хочу сейчас проверить вообще, получился у меня результат или не получился. Мне просто очень интересно узнать вообще, какой результат у меня вышел. Понятия не имею, какой результат вышел. Понятия не имею. Но, знаете, мне кто-то дал совет. Вы думаете, я шучу, да? Андрей, принеси, пожалуйста, там банка стоит с синей крышкой и ложка у меня для проверки. Не знаю, получилось, не получилось. Если сейчас не получится, то это будет в прямом эфире на весь мир. А сметана не получила. Я решил провести эксперимент. Мне просто стало интересно, получится или нет. Вы знаете, вот просто приехал, я к человеку встретился, а она все делает. И делает там печень какую-то утячу или этих, куриную, еще что-то делает. Она мне говорит, хочешь печеночный паштет научить делать? И она мне научила печеночный паштет делать. И все. Вы знаете, я просто посидел со специалистом. Да, и ложка тоже есть. Отлично. Вот сейчас мне принесли сюда в студию эту штуку. Смотрим. Итак, первое. Смотрим консистенция. Вроде нормальная. Густенькая. Отлично. Проверим. Не знаю, как вам на вкус проверить, получилось ли сметана или нет. Слушайте, да это же настоящая сметана. Вчера это были сливки с молоком. Потрясающе. Люди, я гений. Слушайте, настоящая сметана. Потрясающе. Потрясающе. Все. Надо оставить закваску на следующий раз. Слушайте, потрясающе. Итак, сметана вышла. Смотрите, что. Спасибо, Андрей. Ты, кстати, тоже проверь, скажешь нормально, нет? Проверь там. Итак, смотрите. Вышла сметана. Получилось таки. Оказывается, послушаешь совета. Мы такие существа. Нам нужны советы. Я не знал, как сметана делается. Я вообще понятия не имел, как сметана делается. Я думаю, сметану как-то с молока делается. Она мне рассказала, не совсем с молока, а со сливочек делается. Поэтому, кто на сметанке растет, шточки большие, пузико большое, такие толстенькие. Теперь я, когда уже знаю, из чего сметана делается, я уже так аккуратно. Сливки я как-то мало наливаю, а сметанку могу съесть, думая, что она такая не калорийная. Она, конечно, очень калорийная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Андрей, попробовал сметану? Не попробовал? Ясно. Хорошо, дорогие мои. Итак, мы нуждаемся в советах. Все люди нуждаются в советах. Все люди ищут советов. Все люди хотят иметь советов. Нам нужны советы. Мы так существуем. Мы подсказываем друг другу. Мы влияем друг на друга. Знаете, какой-то фильм видел про робота. Ну, фантастический фильм. И там, знаете, робот, типа, кто-то сделал робота с алгоритмом, что он как человек уже размышляет. И учится как ребенок, учится всем вещам. И вот постепенно, как он учился, учился, учился. И робот попал бандитам в руки. И бандиты, как ребенка, стали его воспитывать. И стали ему объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. И вы знаете, и вот когда роботу объясняют, и он как ребенок впитывает, впитывает. Вот окружение очень-очень сильно влияет. И по сюжету фильма робот стал уже грабить там инкассаторские машины, помогать бандитам. То есть он как бы стал двигаться вместе с плохими парнями. И оказалось, я посмотрел и думал, какой фильм интересный, что все зависит от окружения. Попадет человек в хорошее окружение, попадет человек в плохое окружение. В какое окружение вы попадете, оно будет вас лепить. Какие советы вы принимаете? Какие советы вы принимаете? Такова ваша жизнь. Вы будете подобны вашим советчикам. Ученик не идет дальше своего учителя. Другими словами, ваши советники, они вас направят. Они дадут вам алгоритм размышления. Они дадут вам алгоритм реакции на ситуации. Алгоритм реакции на проблемы. Они научат вас реагировать на проблемы, реагировать на трудности. Они научат вас находить выход, ваши советники. Какой выход научат люди находить? Тот выход, который нашли они сами. И поэтому, когда разведенная тетя или разведенная женщина приходит к молодой девушке давать ей советы о семейном счастье, не слушая ее, тебе говорю. Твоя мама хорошая. Она дает столько советов. Правда, она с папой не жила ни одного дня. Она его выгнала. Она мне дает советы, как с мужем поступать. Серьезно. Твоя мама, которая в этой вопросе семьи нечестивая, дает тебе советы, как построить отношения. Да знаете, как к доктору приходите, который... Сейчас я вас... У меня такое лекарство... У меня такое лекарство от кашля есть хорошее. Вообще помогает. Знаете, когда я вот такое увижу, я скажу... Чего? Вы мне хотите дать лекарство от кашля, которое... Вы... Ни... Чего? Оно на вас не действует. Вы... Как можно давать... Знаете, сейчас вот эти финансовые советники, бедные. Если, говорят, у тебя не получилось с деньгами, начинай давать финансовые советы. В жизни. Если ты не смог ничего добиться, тогда начинай советовать. Если ты не преуспел в спорте, становись тренером. Если ты не смог добиться чего-то в спорте, становись тренером. Учи людей, которые... Вот это всегда так. Художники, которые не состоялись, они почему-то всегда идут преподавателем рисования. И почему... Вот знаете, заметьте интересную вещь. У великих мастеров среди учеников всегда есть люди, которые производят шедевры. А у посредственных... У них среди учеников нету успешных. Вот это мы клонируем. Мы клонируем самих себя. Мы клонируем... Наши советы клонируют менталитет, мировоззрение, клонируют реакцию на жизнь. Я расскажу реальный пример. Приехал один друг ко мне из нашей церкви. И он в Алма-Ате был, много лет назад он переехал сюда, в Америке живет. И, короче, он работает на грузовике. На грузовике, большом грузовике. Он возит грузы какие-то. И мы едем по дороге. Я спокойный. Знаете, вот я вот такой парень. Мне неинтересно, какие машины. Мне неинтересно, сколько там лошадей. Мне вообще ничего это неинтересно. Я вообще... Ну, как-то странно. Вот все остальные мальчики, им интересны. Вот там тачки, все. Мне она лишь бы ездила. И удобно, и все хорошо. Вот все, что мне нужно. Если у меня машина попадает в руки, я ее не меняю лет 10-15. Пока она уже совсем уже вся не сносится. Ну, фактически... Не происходит никаких перемен. Я не знаю, почему. Я спокойно езжу. Всегда пропускаю. Если меня кто-то сзади давит, я раз пропущу, пожалуйста, проезжай. Чего нервничаешь? Вот эти психованные, знаешь, есть, которые все время подъезжают сзади, и там что-то тебе целятся в бампер задний. И я пропускаю таких психов. Езжай, езжай, езжай. Благословение, лишь бы не разбился. И знаете, я еду. Рядом со мной едет тракист. Знаете, вот водители грузовиков, у них своя... Я даже не знаю, что у них своя. Своя атмосфера, аура или что там можно сказать. И вдруг сзади ко мне подъезжает джип, большой джип, и у него фары на высоком уровне светят, как будто бы он дальним мне светит, заднее окно. Ну, я еду, и он сзади дальним светит. И этот мне говорит, пропусти его и встань сзади него. Он сидит сзади, мне советует. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, чтобы он не светил больше. И он мне начинает говорить, пропускай его. Я пропустил, он говорит, становись за ним. Я становлюсь за ним. Вы знаете, я взрослый человек, отец четырех сыновей. Мужчина. Со свободным выбором. Еду и делаю то, что мне говорит мой друг тракист. Я становлюсь сзади этого большого джипа. И он говорит, включай дальний. Я как болван, включаю дальний. Ну, типа, проучить его, что же он мне действительно светил-то. Я же вот все время пропускаю их, а никогда же я им, так сказать, не дал почувствовать, что чувствую я, когда дальним светит тебе в зеркало, и ты слепит тебя. Вы знаете, и меня, я просто начал заводиться. Я говорю, о, правильно. И вдруг этот джип, как даванет по тормозам, я чуть ли не влетел в него, я тоже по тормозам. Тот начинает вилять. И там, короче, он начинает устраивать какую-то гонку за мною. Я еду и думаю, что сейчас происходит? Я спокойненько перешел в крайний ряд, как зайчик, хвостик поджал, спокойно встал за какой-то старушкой, и еду и думаю, лишь бы этот псих не вытащил пистолет, а здесь в Америке у каждого второго пистолета, и не начал стрелять в меня. Из-за совета. Вы знаете, вот просто, я спокойно пропустил, он уедет, человек сзади, пропусти его, что он психованный, он хочет разбиться быстрее, пропусти его, лишь бы ты не был рядом. Вот натура моя, уступчивость и все остальное. Хочешь, прешь, едь, едь, я тебе мешать не буду. Обгоняй меня, пожалуйста, я еду с нормальной, правильной скоростью, которая по закону должна быть. Вы знаете, вот когда вот такое происходит, я вдруг подумал, как это? Ну, тот уехал, все нормально, этот джип уехал, повилял перед носом у меня, все, ну, как бы он показал, что он тут самец на дороге, а я уже как раз все понял. Мне такой алгоритм не нужно в жизни разборок, и мне не нужно с ним разбираться, я не хочу разбираться с каким-то джипом. Вот, и вы знаете, когда вот это происходит, я вдруг понимаю, что... Вот здесь даже Александр Сверхутский говорит, надо таких проучать. Ну, да, потом дойти до драки, бить друг другу машины, да, Александр? А оказывается, не воздавайте злом за зло. А что насчет Библии сказано, не воздавайте злом за зло? Например, не воздавайте дальним светом за дальний свет. А? Или Иисус ошибся, может быть, а? Александр из Иркутска, вот к вам сейчас обращаюсь. Давайте прочитаем, что тут люди пишут в комментариях. У каждого человека должно быть свое мнение, Игорь из Молдовы пишет. Из Кишинева Евгений, аминь. Слава говорит, аминь. Все могу укрепляющим меня Иисусе Христе из Нальчика, Георгий. Хорошо, ну что, правильно, вот вы пишете, да? А вот я не согласен, проучать не надо. Иисус говорит, не надо проучать. Не воздавайте злом за зло. Не воздавайте злом за зло. Не воздавайте злом за зло. Это однозначная жизненная позиция христианина. И вот я вам даю совет. Теперь смотрите, у вас есть два советника. Один советник говорит, таких нужно проучать. Вот из Иркутска, брат. Говорит, таких надо проучать. Которые тебе во время, как ты едешь, тебе в заднее стекло светят. Это как бы зло своего рода. Он же тебе дискомфорт составляет. Светит фарами. И таких нужно проучать или не надо проучать? Вот вопрос. Вот давайте, зрители, порассуждайте. Вот вам два советника. Один говорит, таких надо проучать. Встать сзади них и светить фарами дальнего света. Или, ну как бы, давануть на него, чтобы он почувствовал. Или благословить. Вот здесь говорит Слава, любите врагов, молитесь за обижающих вас. Спасибо. Не рой яму тому, сам в нее попадешь. Абсолютно верно. Эльвира из Украины. Что посеешь, посеешь зло, пожнешь три раза. Аминь. Ну вот вам вопрос. А Александр из Иркутска говорит, это не зло, таких надо проучать. Ну что ж, вот интересное мнение. Вот посмотрите, лучше быть меньшим, всегда меньшим. Хорошая мысль, хорошая мысль. Опасно проучать Наталья Харитонова, знает, что в Америке у каждого второго пистолет есть в машинах. И поэтому опасно проучать, потому что он может вытащить пушку и сказать, эй, чувак, ты что-то имел в виду? Вы знаете, когда мы говорим о советах, вот смотрите, сейчас к вам, вот пока мы рассуждаем, и вот здесь в интернете, вот наши ребята, все дают советы. Каждый дает советы. Надо благословлять обижающих, Инесса говорит. Побеждать зло добром. Зато он увидит себя со стороны, продолжает настаивать на своем Александр из Иркутска. Вот эта дискуссия развелась. Дык, проучать или не проучать? Он тебя должен увидеть со стороны или не должен? А суди кто? Может быть, вы будете судить? Вы будете судить и говорить, что мы его хотим научить? Или, может быть, мы разрешим Богу показать ему, как нехорошо? Вы знаете, вот в этот момент не судите и судимы не будете. Вот тоже хороший момент. Опять-таки, смотрите, Давид говорит, блажен муж, который не ходит за советом к нечестивым. Я вам хочу сказать, посмотрите, когда мы говорим, когда мы говорим с вами о выборе, вот сейчас мы с вами друзья, мы же вроде все нормальные, но мы с вами говорим о выборе. Как вам реагировать? Я даю вам совет, Александр вам дает совет, Инесса дает совет, Слава дает совет. Мы все даем советы, каждый говорит, как нужно реагировать. И вот что происходит? Вы начинаете сформировать у себя убеждение, как правильно. Ведь в Библии не сказано, правильно это или неправильно. Но сзади встать в него и проучить дальним светом лупануть или нет? Вы знаете, что оказалось? Оказалось, что у этого джипа просто фары высокие. Из-за того, что он подъехал ко мне, его фары прямо напротив моих зеркал. Он не светил дальним светом. Он светил своими фарами, которые светили вперед. Я-то думал, что он мне дальним светит. Оказывается, это у него не дальний было. Потому что, когда он встал сзади меня и дальним лупанул, я почувствовал, что такое дальний свет на его джипе. Вот такой, знаете, американский джип, на который залазить нужно туда наверх. Вы знаете, вот вопрос. Когда вы вот такой стиль езды ездите и постоянно всех проучаете, подрезаете, тормозите перед кем-то, вы создаете опасность на дороге, ситуацию на дороге. Ведь аварии именно из-за этих проучателей очень часто происходят. Когда кто-то кого-то начинает учить, ведь по правилам ты не имеешь права, по закону страны, например, Казахстана, России, Америки, ты не имеешь права учить фулигана ездить на дороге. Твоя задача ездить правильно и выполнять предписания. Никто не ставил тебя. Опять, я даю вам советы. Посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас через этот эфир я даю советы. Каждый человек дает тебе советы. Как тебе говорить? Как тебе говорить? Как тебе реагировать? Как тебе озвучивать свою позицию? Как тебе принимать решения? Как тебе... Жизнь состоит из советов. Мы состоим. Нам нужны советы. Мы же состоим из советов. Каждый человек нуждается в каком-то совете. Если вам повезет и у вас будут хорошие советники, если вам повезет и в жизни у вас появятся люди, которые будут с правильным сердцем, будут давать вам совет, ваша жизнь настроится правильно. И вы пойдете в правильном направлении. Если же у вас плохой советник, вы пойдете в обратном направлении. Так многое зависит от советников. Блажен муж, Псалом 1, стих 1, слова Давида о благословении. Благословенный муж, блажен муж, который не ходит за советом к нечестивым, который не стоит на пути грешников и не сидит в собрании развратителей. Посмотрите, три вещи. Не ходи за советом. Я вам посоветую, просто если вы даже не знаете, хороший или плохой совет, лучше не берите совет, чем брать совет. Не ходите за советом к людям, которые не специалисты. Не спрашивайте, пожалуйста, у доктора, который все время кашляет, как победить кашель. Не спрашивайте у бедного человека, как заработать деньги. У бедных столько советов, они нечестивые в области финансов. У них есть какая-то вмятина, ошибка, и их план жизни, их совет им самим не помогает. Как же он поможет помочь вам? Не спрашивайте у разведенной, как построить счастливую семейную жизнь. Спросите у бабушки, которая со своим прожила 40 лет, 50 лет. Спросите, как она прожила с ним. Поговорите. Придите к людям, которые специалисты. Если ты идешь к бандитам, к наркоманам, спрашивать о счастье, поймите, как вдруг человек принимает решение принимать наркотик. Я хочу сказать, что все начинается с советов. Кто-то скажет, слушай, я тебе расскажу, что такое счастье. Я тебе расскажу, что такое счастье. И человек принимает этот вопрос. Человек начинает принимать это мышление. Это как зараза. Когда человек начинает прислушиваться. прислушиваться. Как люди становятся гомосексуалистами? Кто-то начинает совращать их. Как люди становятся развратниками? Кто-то их подтолкнул на это направление? Всегда есть в жизни советник, который запускает цепную реакцию. Знаете, как советник, это как вирус. Стоит тебе получить. Вот у человека вирус и он кашляет на тебя, к тебе вирус попадает, и вирус начинает размножаться, размножаться и захватывает все твое тело. У тебя уже горло болит, у тебя все болит, ты уже все ничего не чувствуешь, ты уже ничего не понимаешь, ты уже ходить не можешь. Вот это как вирус, совет как вирус. Лучше отказаться вообще от всех советов, вообще от всех советов, чем иметь советы от людей, которые понятия не имеют. Вот понятия не имеют, понятия не имеют. О чем они говорят? Придите за хорошим советом. Окружение люди-советники. Благословен муж, который не ходит за советом к нечестивым. Это наш следующий пункт в эффективности. Перестаньте советоваться с людьми, с вашими подругами. Посмотрите на их жизнь. Почему вы приходите к ним за советом? Вы спрашиваете, какой совет? Вы хотите спросить, перестаньте спрашивать людей, которые не знают, о чем они говорят. О них, конечно, есть совет, и может быть, у них есть сила убеждения. Может быть, у них есть сила убеждения, но это не значит, что их совет правильный. Люди, которые могут убедить, уболтать тебя. Представьте, я взрослый мужчина, еду, и сзади сидит человек, который меня учит и направляет меня, как нужно жить, как нужно ездить. И я вдруг начинаю делать неправомощные действия противозаконные на трассе. По одной причине. Я послушал советов. Это было буквально вот на днях. Я послушал советов, которые мне чуть ли не стоил и жизни пассажиров, потому что я не знал, что вот этот сумасшедший на джипе мог бы сделать. Послушайте, возлюбите совет. Вы знаете, про советы в Библии сказано, что всякое дело состоится при советах хороших. Мы знаем про советы очень много. Мы жили в стране советов. И вот, знаете, вот этих советов, советских советов не нужно. Нам не нужна страна советов. Ребята, реально, мы были в стране проклятия. Не нужно жить в стране советов. Придите за советом к Богу. Придите за советом к людям, которые знают, о чем говорят. Придите за советом к людям, которые разумеют, о чем они говорят. Придите за советом к людям, которые находятся в мудрости, находятся в боговедении, находятся в познании Бога. Кого спрашивать совет? Спрашивайте совет у людей, знающих Бога. Спрашивайте совет у людей, знающих Бога. Что тебе посоветует успешный бизнесмен? Он посоветует тебе свои пути. Что тебе посоветует преступник, наркоман? Что тебе посоветует обиженный? Что тебе посоветует разочарованный? Что тебе посоветует депрессионный? Что тебе посоветуют люди? Что тебе посоветует человек, который служит Богу? Что тебе посоветует молитвенник? Посмотрите, каждый человек будет давать тебе свои алгоритмы решения проблем. Я вам советую. Я вам советую, примите мой совет Послушайте слова мои и примите их И вы будьте благословены Боже, благослови каждого человека во имя Иисуса Христа Я благословляю вас именем Иисуса Христа Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь Да поддержит вас Господь, да укрепит вас Господь Да явит свою мышцу над вами во имя Иисуса Христа Я благословляю вас, благословляю вас Во имя Иисуса Христа Аминь, аминь, аминь Итак, совет, держитесь за Богом Совет, ищите отношения с Богом Маргарита Проценко не написала, откуда она Но она пишет, что абсолютно верно В последнее время спрашивают только Духа Святого Это хороший ответ Я люблю каждого из вас У нас остаются последние 70 секунд Я благословляю, вас ценю И в конце хочу сказать Если у вас есть расположение, желание Поддержите вашими десятинами, приношениями Телеканал СНЛ и Дом Веры Ваши десятины помогают нам достигать людей Ты спросишь, почему нужно перечитать десятины сюда Я отвечу, потому что мы действуем реально Мы не просто говорим, у нас все будет хорошо Принесите десятины, мы ничего делать не будем Я обещаю, мы будем много работать Вы можете пойти на наш сайт И поддержать нас через сайт Хранит вас Господь Поддержите мне камеру Помогите приобрести камеру Участвуйте вашими финансами Это хороший совет Вашими финансами в Божьем деле Благословит вас Господь Ценю всех партнеров и друзей Ценю всех тех, кто помогает мне В проповеди Евангелия Держитесь за Господа И у вас все будет хорошо У вас будет слава Божья в вашей жизни Всем пока, благословения ценю и люблю вас Встретимся завтра Дорогие друзья А сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел И посмотреть эти и другие проповеди Спасибо за ваше внимание и за ваше участие Субтитры сделал DimaTorzok